Хирург и трансплантолог, доктор наук, профессор Сергей Готье, светило российской медицины. Один из самых занятых медиков в стране приехал в Севастополь, чтобы проконсультировать пациентов со сложными диагнозами – аномалиями развития мочеполовой системы, которым требуется пересадка почек. По словам профессора, в Севастополе есть подходящая медицинская база для развития трансплантологии. Если начинать с наиболее простого вида и наиболее востребованного в Российской Федерации и во всех странах, я имею в виду трансплантацию почки, то это возможно с имеющейся медицинской базой, которая уже есть, только нужно немножечко, так сказать, поучиться, понять порядок взаимодействия служб. Ну и организовать это можно. Сергей Готье возглавляет Национальный медицинский центр имени академика Шумакова. В учреждении разрабатывают и создают искусственные органы и решают проблемы трансплантологии. Благодаря соглашению, которое центр заключил с Департаментом здравоохранения Севастополя, в нашем городе к концу 2019 года откроют отделение трансплантологии и впервые проведут операцию по пересадке почки. Это соглашение означает нашу курирующую функцию, я имею в виду центр Шумакова, по развитию трансплантологической помощи вообще в стране. Ну и в частности в ряде регионов, где эта помощь отсутствует и требует организации. Чтобы оказать помощь севастопольским пациентам, в городе необходимо проводить 30 операций по пересадке почки в год, уточнили в Департаменте здравоохранения. У нас пациентов для этого достаточно и есть условия. Нужно будет подготовить нормативно-правую базу. Это очень важно, потому что, когда речь касается, особенно трансплантации почки, не родственной, а донорской, здесь абсолютно должны быть до меньшайших подробностей проработаны все нормативно-правые акты наши. В России работают 52 лечебных учреждения, в которых трансплантируют органы. За 10 лет количество таких операций выросло в три раза. Большинство трансплантаций проводят в Москве в центре имени академика Шумакова. Севастопольских пациентов до сих пор направляют на лечение в другие регионы страны. Теперь врачи городской больницы номер один имени Пирогова получат поддержку федеральных коллег и смогут оперировать на месте. Все пациенты, которые нуждаются, стоят в регистрах и в листе ожидания в разных центрах. Это зачастую федеральные всё-таки центры. И 100% направляются в другие регионы. У нас, надеюсь, что появится возможность, хотя бы то, что касается трансплантации почки, попытаться эту амбициозную достаточно идею реализовать. Сергей Готье провёл консультации в отделении нефрологии и посетил региональный сосудистый центр. Это новое здание, построенное на территории горбольницы номер один в 2013 году. Именно здесь планируют расположить будущее отделение трансплантологии. Екатерина Коломеец, Денис Александрович, Севинформбюро. Денис Александрович, Севинформбюро.